Привет, друзья! Сегодня закончили второй зал. На самом деле он первый, основной, с высотой 4,5 метра, со стеклянными фрамугами, витринами, раздвижными дверными проемами. И первый зал у нас это спальный блок. Работать было немножко стрёмно, потому что наш народ боится высоты. Вот, но нормально справились. Монтаж идет быстро очень, перекрытие вообще просто песня какая-то, то есть только успевая подавать. Вот, потому что опять же все точно по размерам, не надо ничего подгонять. Ну, какие у нас отличительные особенности от так называемых факферков, которые все предлагают и продают. Первое, это сам материал. Это сечение клееного бруса 280 на 280. Второе, это продуманная система монтажа, то есть нету здесь никаких шурупчиков, все на жестком крепеже. Третья особенность перекрытия. Мы используем силу те 140 миллиметров и на кровлю и на полы. Сейчас я стою на втором этаже. Вот, они нам дают совокупе с нашими силовыми элементами очень большую надежность по весовым нагрузкам. Ну, вот, краном мы это как бы на практике подтвердили. Вот, мало того, что он весит сам пять с половиной тонн. Плюс, когда он работает, он опирается на четыре точки. Его надо поднимать. Соответственно, нагрузка всего веса распределяется вот на относительно небольшие площади. Вот, плюс, когда кран работает и когда у него стрела поднимает, допустим, вот эту плиту весом 800 килограмм. Вот, естественно, нагрузка возрастает кратно на вот эти ноги в зависимости от того, куда он наклоняет эту стрелу. То есть, тут понятно, закон рычага. То есть, если мы забираем вот оттуда, то основная нагрузка идет вот на эту плиту. То есть, собственный вес крана, плюс еще около тонны, плюс рычаг самой стрелы. То есть, нагрузка, получается, ну, в пределах там до двух тонн доходит. Вот на эту площадь опоры. Ну, а вот такой вид с этого ракурса, где очень хорошо видно, что, опять же, под краном пустота. То есть, это первый этаж, вот его видно отсюда со своими террасами. Это второй этаж. Под краном нет ни перегородок, ничего. То есть, стоит только наша силовая конструкция. Планировка дальше произвольная. То есть, вы можете оставить стенки как хотите. Они не влияют на силовые характеристики плит перекрытия. Ну, и кровля. Кровля в данном случае тоже имеет такие же характеристики, как и плита перекрытия. Поэтому, если вы делаете эксплуатируемую террасу плоскую, то вы можете там поставить и джакузи, там двухметровые, весом полторы тонны. Вот. И все, что угодно. Камин тяжелый. Ну, то есть, как бы, в этом плане у вас нет ограничений. Вы не должны там рассуждать, а где мне поставить это, а где то. То есть, ставьте где хотите. Любая точка наших перекрытий имеет идентичную характеристику. Поэтому здесь вы можете фантазировать как вам угодно. Вот. Следующая особенность нашего дому комплекта в том, что он имеет вот такие элементы силовые. Вот это от ветровых нагрузок и от землетрясений. То есть, крестовины, они у нас на шарнирах, они подвижные. Поэтому, в принципе, если земля начнет ходить ходуном под нами, то это здание, оно начнет амортизировать вот эти все удары по системной стойкости. Ну, и по расчетным нагрузкам, согласно европейским программам и экспертизе Гонконгского университета, подтвердилось, именно вот 6 баллов эта конструкция держит. Именно наша конструкция. Ну, что еще сказать. Доставка. Понятно, что в любую точку возможно, потому что все детали транспортабельные, габаритные, заходят в контейнера, в еврофуры. Поэтому мы можем отправить эту продукцию куда угодно. Следующий огромный плюс – это скорость сборки. То есть, практически для монтажа этих систем нужен только кран. Ну, и хорошие специалисты с руками, которые умеют правильно заводить детали, аккуратно их монтировать, добросовестно скручивать, чтобы все было не на халяву, потому что от этого зависит как раз жесткое здание тоже и все характеристики, выплывающие из этого. Ну, и немаловажный вопрос – это цена. Сейчас я не буду озвучивать стоимость квадратного метра нашей конструкции. Мы хотим закончить уже монтаж. Это промышленный образец у нас, как я и говорил. Вот мы хотим все посчитать до копейки, до цента. И после этого вся информация по стоимости и по условиям приобретения вот таких систем, она будет изложена на нашем сайте, который мы планируем открыть в сентябре месяце. Профессиональный, красивый, хороший, он же будет подкреплен профессиональным видеороликом, над которым сейчас работает группа специалистов, ведут съемку. то есть я в данном случае веду свой канал, так, больше для архива собственного, так скажем. Вот, но скоро мы запускаем уже профессиональный канал Кит Эко Хом, где будет уже все профессионально. На сайте будет вся информация о этой системе, о материалах, о всех. Это и крестовины, и шпильки, и крепежные элементы, и силовые колонны, и силовые ригеля, и плиты COT. То есть будут показаны все сертификаты европейские на всю продукцию. Будут показаны все характеристики, гарантии, которые дают производители на свою продукцию. Потому что, по большому счету, мы ведь, что мы сделали? Мы просто разработали вот эту систему со своей командой. Занимались мы этим долго, потратили много времени, много сил, немножко средств. Ушло у нас на всю эту историю где-то, ну, наверное, четыре года. Вот, начало, как бы, появления этой идеи, создать вот такую структуру силовую, которая могла бы производиться децентрализованно на разных заводах, крупных, по всему миру. И которые можно было бы, соответственно, нам заказывать, получать с любой точки и отгружать любую точку. И вот до этого момента, когда мы все заказали, произвели, проверили поставщиков, и сейчас вот эту всю историю проверяем на собственной шкуре, ну, прошло, да, порядка четырех лет приблизительно. Вот. Ну, я думаю, что это нормально, потому что, как говорится, быстро только, я не знаю, что там делается, но хорошие дела быстро не делаются, особенно высокотехнологичные. Вот. Это у нас первая, как бы, стадия нашего стартапа, так его назовем. Вот. Вот. А вторая стадия пойдет уже достичь соответствия по показателям тепловым европейских норм, которые называются сегодня «Энергия Zero» или «Zero Energy», как они это дело обозвали. То есть этот норматив уже вошел, как бы, в законную силу, и с 2021 года в Евросоюзе это уже обязательные, как бы, условия при проектировании домов. Ну, опять же, я еще раз повторяюсь, это и тайфуноустойчивость, и сейсмостойкость, и вот такие нагрузки. Мне очень интересно посмотреть, как поведет себя такой обыкновенный фахверковый дом, которыми торгуют в России, ну, и даже в Европе, да. Там тот же «Кагер», есть такая компания известная, или «Хуфхаус», вот. У них краны по перекрытиям и по кровле не ездят. Если он заедет на крышу, в нашем случае кровля эксплуатируемая, она может быть либо террасой, либо зоной монтажа солнечной станции. Так вот, в нашем случае эта машина спокойно сейчас может встать на перекрытие кровли и кататься там точно так же, как здесь она вот сейчас стоит. Вот, если она заедет на классический фахверковый дом, то она вот оттуда улетит, вот туда вниз. Ну, и еще у меня тоже ребята спрашивали, которые разбираются в этой системе, почему мы используем вот такое сечение – 280 на 280. На самом деле, это действительно большое сечение бруса. Казалось бы, есть перерасход материала, и, опять же, казалось бы, что это сильно повлияет на цену, но если вот эту структуру переводить в стоимость квадратного метра, то, поверьте мне, удорожание весьма незначительное. Но с такими сечениями мы можем строить четыре этажа, четырехэтажные здания по этой технологии. И эти здания будут соответствовать всем нормативам, будут стоять и служить своим собственникам. Вот поэтому мы, соответственно, выбрали такие серьезные сечения по нашим конструкциям. Ну, во-первых, это и смотрится очень солидно, вот. Ну, и изначально мы закладывали надежность нашей конструкции, поэтому были сделаны масса всяких расчетов, подсчетов. Вот, и в конечном итоге мы пришли к выводу, что именно такое сечение, оно для нас оптимальное. Ну, и визуально, кстати, оно тоже смотрится очень, как бы, эффектно, так скажем. Ну, вот так наше здание сейчас выглядит с первого этажа, снизу. То есть, достаточно такое серьезное получается здание, высотой семь с половиной метров приблизительно. Вот, у меня спрашивали подписчики, какой же это фахферк, если у вас там железобетонные блоки, мы видим. Блоки, это буквой П, выложена монолитная плита под землей, в горе. То есть, это была вынужденная мера, то есть, это, по сути, как бы, такое фундаментное у нас сооружение получилось, которое держит всю боковую нагрузку грунта, который давит со второго уровня. Вот, но все остальное вписано вот в эту букву П железобетонную и вписана уже фахферка и конструкция наша. Вот отсюда как раз это очень хорошо видно. Вот она и на первом этаже на всю длину уходит. Вот, фасады полностью все по нашей конструкции выполнены. Вот, ну и далее вот второй этаж. Вот, общая площадь у нас получилось 350 квадратных метров жилых помещений внизу и 250 наверху. Вот, кто-то может сказать, зачем такая большая площадь. Вот, я отвечаю. Мы этот объект строим как, во-первых, промышленный образец, во-вторых, здесь у нас планируется наш шоу-рум. То есть в этом здании, помимо того, что клиент, который может прилететь откуда угодно, он может непосредственно у нас пожить, вот, в гостевых комнатах. Все это ощутить, потрогать, послушать шумоизоляцию, вот, и понять, что это за технология. Плюс вот внизу, вот этот зал основной, 350 метров, там будут выставлены образцы фасадов. Вот, у нас только по одному поставщику компания Ничиха, японская, которая занимает 45% рынка Японии, только у нее в каталоге 250 видов имитации фасадов и под дерево, и под камень, и под штукатурку, и под покраску, и так далее. То есть все это мы здесь будем представлять, вот, как раз. Ну, и тот же самый вот кинотеатр, для чего он нужен, там будут проводиться просто презентации, можно будет показывать ролики, чтобы не объяснять долго, как это все собирается и так далее. Так что это, по сути, офис. Вот в данном случае как раз очень хорошо видно, допустим, это железобетонный фундамент, ленточный, на который вы хотите поставить свое здание, да. Это самый дешевый будет вариант для заказчика, это лента железобетонная. Хотя есть еще дешевле вариант, это винтовые сваи. Там тоже есть интересное решение, можно на винтовых сваях выполнить структуру опоры здания, и благодаря селке панелям, которые являются полом, они могут вылетать за пределы винтового фундамента, особенно если участок со склоном. И у вас будет такое ощущение, что ваша вилла парит в воздухе, висит, то есть фундамента вы не видите, вы видите, что она просто вот висит в воздухе. Это тоже круто. Вот, а сама по себе технология наша, обратите внимание, вот здесь простота. То есть силовая конструкция, она также висит в воздухе. Вот, пожалуйста, перекрытие дальше пошло после перекрытия второй этаж. Вот, это тоже очень важно. То есть нет сопряжения с бетоном. Вся система опирается на опорные вот эти наши силовые крестовины. Вот, поэтому в плане там гниения и так далее, здесь тоже все продумано. Вот, и с этим проблем нет. То есть дом дышит. Он у нас весь вентилируемый. И фасад вентилируемый у него. Внутри он, естественно, закрыт весь как термос. Вот, но у нас применяется приточная вытяжная вентиляция с рекуператором. Вот, и все согласно норму правил пассивного дома. Так называемый пассив хаус. А пока, пока.